в этом ролике я вам предоставлю прогноз курса доллара на октябрь месяц также какие факторы влияют на образование курса доллара и почему так сильно проседает евро приветствую всех инвесторов на моем канале и самого начала я хочу вам рассказать как прошла минувшая неделя и так на валютном рынке прошлая неделя была очень волатильна после роста курса доллара в понедельник почти на полрубля он достиг уровня в 58 рублей и 40 копеек и уже в среду он опустился ниже значение закрытия прошлой недели в четверг курс доллара достиг отметки в 57 рублей и 21 копейку потеряв самого начала торговой недели более 70 копеек в пятницу американская валюта упала до минимума с начала июля до отметки в 57 рублей но завершила день на отметке в 58 рублей и 45 копеек сейчас движение курса рубля определяется ожиданием новыми санкциями со стороны запада на фоне принятия состав россии новых территорий а также фактор которые будут влиять на курс доллара в октябре это действие правительства на валютном рынке и активность экспортеров также цены на энергоносители также к этому можно приписать сальдо торгового баланса и активность инвесторов а самыми важными факторами по-прежнему остаются геополитика санкции и экономический конфликт с западом в том числе и газовая война с европой и обо всех этих факторах сейчас коротко поговорим и начну из ключевой ставки центральным банком которая продолжает снижать ставку и это выступает как ослабляющий фактор для российского рубля но в текущих реалиях это скорее фактор сдерживающий укрепление и скорее всего в октябре по-прежнему будут показывать влияние инфляция в россии и инфляционные ожидания а также решение центральным банком по ключевой процентной ставки которая будет принято 28 октября второй фактор это динамика цен на сырьевые товары в конце этого года я жду выражающий тренд по снижению цен на сырьевые товары на фоне ужесточения монетарной политики со стороны фрс сша и торможение мировой экономики третий фактор это торговый баланс и его можно выделить основным так как торговый баланс играет за и против рубля и все это из-за отношения экспорта и импорта если же объем импорта будет увеличиваться то доллар сможет укрепиться относительно курса рубля сейчас же мы с вами наблюдаем как раз такую тенденцию то есть экспорт сжимается по мере того как ряд стран отказывается от российской продукции а импорт продолжает расти минимум по импорту уже пройден импортеры находят все новые логистические цепочки и очередные способы поставки поэтому на фоне снижения торгового баланса и нового бюджетного правила в осенний период и до конца года рубль скорее всего будет ослабевать но в пользу укрепления российского рубля играет профицит текущего счета платежного баланса который синаря по август 22 года продолжил расти и составил 183 миллиарда долларов что в три раза выше показателей 21 года и раз я уже затронул бюджетное правило то это будет следующий фактор и я считаю что бюджетное правило будет больше всего влиять на образование курса но пока что бюджетное правило не утвердено однако я не ожидаю его заметного влияния на внутренний валютный рынок двадцать втором году даже если его и утвердят но изменить направленность курсового вектора это правило точно сможет проект нового бюджетного правила слишком долго находится в разработке у банка россии и минфина и похоже что в российском бюджете сейчас просто нет лишних доходов которые могли бы пойти на покупку валюты ну и последний фактор я обозначу геополитику с октября по декабрь на внутреннем валютном рынке может опять вырасти волатильность курс рубля из-за эмбарго российской нефти от евросоюза и попыток установить потолок цен на нее в начале июня евросоюз вел частично эмбарго на российскую нефть с пятого декабря европа уже должна прекратить морские поставки сырья а в начале сентября министры стран большой семерки также договорились ввести потолок цен на российскую нефть что означает что страны евросоюза стремятся в течение нескольких недель согласовать введение предельных цен и эта мера может войти в новый пакет санкций возможно что в октябре рубль будет просто волатильным и испытывать какие-то сильные колебания на ожиданиях нового пакета санкций однако нефтяной эмбарго уже введено и вступит в силу уже в этом декабре а поставки газа из россии в европу и так уже как мы с вами знаем ограничены и раз я уже заговорил про европу то возможно вам будет интересно почему продолжает проседать евро и я назову парочку причин происходящего но самое важное я выделю это высокий уровень инфляции в европе на фоне возможного серьезного проседания темпов роста ввп из-за стремительно дорожающих энергоносителей ни одна страна европы сейчас не может похвастаться устойчивой позитивной экономической динамикой а угрозой веерных отключений электричества и тотальное ограничение потребления газа этой зимой не добавляет оптимизма по перспективам евро в сша же ситуация с инфляцией тоже не особо нас радует но наличие собственных энергоресурсов и главное их стратегических запасов на фоне емкого и пока платежеспособного внутреннего рынка это главный плюс для доллара если же к этому добавить более динамичное повышение фид резервом процентных ставок то по сравнению с вечно сомневающимися и нерешительными и cb становится понятно почему доллар для инвесторов пока вне конкуренции у евросоюза сейчас достаточно своих проблем и помимо войны россии против украины у границ к этому можно добавить поведение венгрии которая вносит раскол единство позиции по санкциям против россии также возможный приход пророссийских настроенных партий к власти в италии все это вынуждает руководство евросоюза и тот же ецб периодически корректировать свои действия с учетом всех этих факторов и иногда даже они действуют в ущерб своих интересам отдельных стран евросоюза что опять же в целом работает против евро валюты если же говорить кратко то доминирующими факторами по-прежнему остаются санкции и геополитическая напряженность завершению текущего года ожидается что цена сырьевых товаров станет несколько ниже вдобавок монетарная политика фрс сша будет изменяться в сторону ужесточения и на фоне замедления глобальной экономики в октябре стоимость доллара я прогнозирую уровне от 62 до 64 рублей а под конец октября начало ноября курс может достичь 65 рублей а на фоне развития профицита баланса платежей я не исключаю укрепление национальной валюты и если же это произойдет то в октябре курс может колебаться в границах от 60 до 63 рублей и на этом если вам было полезно моя информация то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал кто этого еще не сделал увидимся с вами в следующем выпуске всем удачи всем пока